Если вы думаете о покупке смесителя с функцией термостата, имеет смысл для начала убедиться, что это подходящее решение для вашей ванной комнаты с технической точки зрения. К примеру, вы задаетесь вопросом, можно ли использовать термостат с установленной у вас системой горячего водоснабжения. Да, можно говорить о том, что термостат совместим с большинством систем горячего водоснабжения. Словом, хотите ли вы заменить имеющийся смеситель или душ, либо выбираете оборудование для вашей новой ванной комнаты, стоит обязательно рассматривать термостат, потому что он не только ощутимо повысит комфорт, но и обеспечит безопасность в ванной комнате. Итак, когда же можно выбрать термостат и как обеспечить его правильную работу? Рассмотрим важные нюансы. Совместим ли термостат с централизованным горячим водоснабжением? Безусловно, после установки потребуется лишь откалибровать либо отрегулировать термостат в соответствии с инструкцией. Что если вода в моем доме нагревается с помощью проточного водонагревателя? Если у вас установлен проточный водонагреватель, вы также можете использовать термостат. Но сначала нужно убедиться, что мощность водонагревателя составляет не менее 18 кВт. Этот параметр должен быть указан на корпусе водонагревателя. А как насчет накопительного водонагревателя? Никаких проблем. Термостат совместим с накопительными водонагревателями, но при этом важно, чтобы накопительный водонагреватель работал под давлением. Проверьте данный момент. С накопительными водонагревателями без давления термостат работать не будет. Вне зависимости от используемого вами вида системы горячего водоснабжения, для правильной работы термостата необходимы следующие условия. Условие номер один. Подключение горячей воды должно быть слева, холодной справа. При установке термостата нужно помнить, что подвод горячей воды должен быть слева, а холодной справа. Это необходимо для корректной работы термостата. Если подключение горячей и холодной воды выполнено наоборот, термостат не будет работать правильно. К счастью, выход есть и ситуацию можно исправить без разрушения стен. Для такого случая в ассортименте ГРОЕ имеются специальные картриджи для реверсивного подключения. Но для термостатов наружного и скрытого монтажа предусмотрены разные модели картриджей. Поэтому помните, что такой выход из положения является нестандартным решением, а значит лучше воспользоваться услугами специалиста. Условие номер два. Температура, поступающая на входе горячей воды, должна быть на 2 градуса выше той, которую вы хотели бы ощутить в душе. Для обеспечения в душе желательной температуры воды термостату ГРОЕ нужно, чтобы температура горячей воды на входе была на 2 градуса выше желательной в душе. Если это условие выполняется, термостат будет смешивать холодную и горячую воду в нужной пропорции и создаст на выходе оптимальную для вашей кожи температуру воды. Условие номер три. Поток воды должен быть не менее 5 литров в минуту. Чтобы обеспечить максимально эффективную работу термостата, поток воды должен быть не менее 5 литров в минуту. При выборе душа с ограничителем потока, который используется для экономии, нужно обратить на это внимание и выбрать подходящую версию продукта с потоком 5 и более литров в минуту. Условие номер четыре. Давление воды в системе водоснабжения должно быть от 0,5 до 10 бар. Термостаты ГРОЕ способны работать в очень широком спектре давления воды, от 0,5 до 10 бар. У каждого здания свой показатель, но, как правило, он попадает в этот интервал. При этом оптимальный вариант, когда давление в системе водоснабжения находится в пределе от 1 до 5 бар. Тогда термостат будет работать без каких-либо дополнительных настроек. На этом все. Теперь вы знаете, как определить, станет ли термостат подходящим решением для вашей ванной комнаты. Осталось лишь выбрать понравившуюся модель и наслаждаться всеми преимуществами термостата. Только представьте, какой высокий уровень комфорта и безопасности создаст для вас термостат. Представьте себе ГРОЕ.